Поставить иностранный автомобиль на первичный учет в Казахстане теперь можно будет за 200 тысяч тенге, а не как раньше за миллионные суммы. Единственное условие – машина должна быть везена в страну до 1 сентября текущего года. Парламент Казахстана принял поправки в налоговый кодекс. Закон направлен на подпись главе государства. Поставить своего иностранца на казахстанский учет можно, однако далеко не все авто на крыгызских, российских, армянских и других номерах подпадают под эту программу. В первую очередь это первичная регистрация и во вторую очередь утиль сбор. Это огромные суммы, которые были в свое время продавлены различными выгодоприобретателями этих денег. Например, машина стоила 5 тысяч долларов, а все сборы на нее стоят 10 тысяч долларов. Ну кто это может себе позволить? Естественно, казахстанцы, которые стараются подешевле купить качественный автомобиль за рубежом – это небогатые люди. Но нельзя бесконечно ездить на таких номерах. Максимально полгода-год. И потом нужно будет эту машину вывозить. И таких авто накопилось 300 тысяч. Что же теперь изменится? Поставить иностранный автомобиль на первичный учет в Казахстане теперь можно будет за 200 тысяч тенге. Машина должна быть везена в страну до 1 сентября 2022 года. Это единоразовый платеж. При ввозе в Казахстан авто вы обязаны заплатить таможенную пошлину. Если автомобиль стоит 10 тысяч долларов, то вы должны заплатить 18%. Это 1800 долларов таможенной пошлины. И получается, если вы таможенный сбор заплатили, и ваш автомобиль растаможен, но вы не заплатили регистрацию и утиль сбор, вот тогда вы попадаете под эту легализацию. И заплатите не 3 миллиона, как раньше, а всего лишь 200 тысяч. Правда, все иностранные машины, которые будут ставиться на учет в Казахстане, планируется проверять по базам данных. Под легализацию не попадают автомобили, находящиеся в розыске, имеющие судебные обременения, не снятые с учета, праворульки, а также автомобили, не прошедшие полную таможенную очистку. Повержан Шехмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.